итак время обеда смотрим что на обед здесь начинается уже кондитерские такие выкрутасы появляется очень много красивой кондитерской продукции я тут не по порядку вот я начну с мороженого 9 видов ни один не повторяется так дальше идем 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 здесь никакой вот экзотики особой но все равно все блюда индивидуально оформлены здесь нет такого что вы где-то вот это все размазали все испачками и все суши они есть каждый день сегодня кстати сказать немножко изменились вчера были чуть-чуть другие суши тем не менее они здесь есть здесь такос говядины это а ну понятно это вот так как эти чипсы которая в восточной кухне сосисочки ну здесь такой просто здесь вот изготавливают эти суши роллы побольше поменьше с рыбкой отлично прожаривать так и вот сладкий стол вот этот луку красавец чербет ну тут то очень много всего вкусного крыть так но сама это красиво не здесь самое красиво вот она здесь вот эти недели вообще красота вот превосходно то браво браво конечно кондитеру который это все изготавливает так здесь обычно столы с салатами салатами уже готовыми вот эти блюда и в принципе они не для показа их можно брать там с кем-то креветочками есть там еще что то то что мы брали вчера разное-разное здесь вот какие-то тоже роллы накручены ну вот как говорится на любой вкус на любой вкус все здесь есть здесь зеленые здесь 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 йоки из булгура гриль здесь гриль основном это все к ну и идем где мясные блюда где пицца какие-то там еще а здесь вот рыбка но здесь шашлычки вот это те полуфабрикаты из которых сегодня сделают шашлык сейчас мы их увидим вот с этой стороны они уже готовы картошка всегда она здесь не переводится вот она эта красота очень-очень красиво очень так тут гарниру тут делают а тут можно макароны заказать различные наделать это вот ли не пельменьки очередь за пиццей вот такая красиво так здесь супчики с греночками с различными какой-то фирменный суп натуральный куриный супа это суп с лапшой мы там и чеченицы ну и хлебная станция а вот она в принципе не меняется вот пожалуйста тоже различные виды хлеба вот ставка на питание которое сделано в этом отеле на себя полностью оправдывает здесь уже встает вопрос не о том чтобы как говорится чего-то напихать себя накидать здесь уже хочется вот попробовать что-то вот красиво и интересно ну по виду вкусно но но и на самом деле оказывается вкусно и поэтому когда ты вот видишь допустим вот ну такую картину шашлык из мидий креветки тут остальные морепродукты моцарелла вот с такого цвета помидорами с мясистыми такими жирными буквально помидорами ну тут они немножко у них размазались но тем не менее это вот именно такие вот бордовые прям помидоры не возникает желания навалить гору там макарон или картошки фри просто попробовать вот то вкусное то красивое которое здесь есть и поэтому ну вот это еще одна фишка этого отеля ну еще раз повторюсь она себя полностью по моему мнению оправдывает ну все это естественно касается любителей морепродуктов но здесь есть и другие блюда есть и грибы в горшочках какой-то паштеты из индейки из баранины и отбивные и так далее ну просто я говорю здесь абсолютно не хочется объедаться наедаться но возможно вот этими маленькими порциями красивых блюд все равно с пустым то животом отсюда не уйдешь все равно наешься мы взяли одно из этих красивых пирожных сейчас мы его будем вскрывать что же у него внутри а вот что но какая красивая здесь начинка красота да и только ребят пока вот мы заканчиваем свой обед а на заднем плане вот вы слышите что играют темная ночь вот так вот не знаю что это за комплимент но тем не менее вот такая прекрасная русская музыка военная душевная итак продолжаем нашу прогулку по территории сейчас ну вот у меня за спиной остается весь этот отель мы его видели с той стороны со стороны футбольных полей ну а сейчас она у нас со стороны моря скажем так стороны пляжа бассейна и всех развлечений которые есть что тут за развлечение что из себя вообще представляет территория сейчас мы с вами это и посмотрим и так вот это выдающаяся вперед вот это ну скажем так стеклянная конструкция это одно крыло ресторана там второе крыло ресторана и вот низом она здесь соединяется сразу же здесь и находится большой бассейн про который я говорил он просто огромный сейчас мы подойдем к нему поближе но вот перед тем как подойти к нему здесь вот находится будка для обмена и выдачи полотенец душевая и переодевалочка трава здесь еще пока она такая жухло пожухло я но я надеюсь все все впереди и вот хочу обратить внимание вот на той стороне обратите внимание на деревья сторона которая обращена к морю то есть к солнцу к южной стороне она вся желтая противоположно она более зеленая так идем дальше идем дальше вот здесь игровая зона это площадка сцена миракл здесь тоже есть что это за разметка не знаю но здесь должны быть однозначно какие-то столы и они я думаю в скором времени здесь появится они бы уже появлялись и сейчас был бы март вот этот обычный как бы в прошлом году позапрошлом девятнадцатом вообще был очень жаркий год то есть там я думаю что там было наверно в районе 20 я может и выше но вот этот год такой вот этот год весь как говорится он такой кувырком идет ну у зебры не все полосы черная так что значит и здесь белые тоже наступят фотостудия пивной бар здесь кафе безстроен бар chill wipes вот здесь это помещение вокруг которого я сейчас обхожу это амфитеатр сейчас внутрь мы зайдем там по моему доступ был свободен это пиццерия посмотрите какие красивые стулья и столики прям такие нарядные нарядные вот но тем не менее они такие я вам скажу увесистые такие тяжеленькие да вот она пиццерия ну тут такого там идет фудкорт рядом с бассейном рядом с горками так а вот здесь меня наверное мужчины то и не впустят сегодня они тут что-то крутят вертят ну ладно ничего страшного мы в следующий раз сюда зайдем в амфитеатр я думаю что они тут закончат не сегодня ну значит завтра игровой центр здесь вот какие-то станции растягиваются сверху тенты и можно под навесом посидеть попить чай кофе сок воду гейм-центр я думаю в комментариях не нуждается здесь вот эта зеленая территория это все идет к пляжу но вот вы скажете так ну как тут идти идти достаточно прилично вроде бы от корпуса но я уже далеко не ушел до над головой ничего нет я просто иду немножко в стороне от всех этих основных троп вот а по сути то здесь вот через каждое грубо говоря 20 на метров идут вот такие навесы они обрастают в юнами и вот если посмотреть назад они так там дальше всю дорогу они так и идут и впереди они тоже продолжаются то есть вы идете попали в тень прошли ну вот сколько он метров семь наверно восемь да вот метров 20 вы прошли и опять начинается вот эта теневая сторона так что ничего страшного здесь нет пройти здесь можно свободно вот подходя ближе уже к берегу вот это уже ставшая уже классические надпись i love miracle которая уже немножко становится банальным наверное но это как вот фишка такая для всех но я думаю уже надо что-то придумывать новое она интересно она в свое время да это так и такого вида надпись ну произвела какой-то эффект но сейчас я думаю уже надо как-то двигаться вперед пляжный бар сейчас он тоже работает но работает вот в таком усеченном очень очень виде кофе и вода причем я смотрю здесь водичку то берут ее рабочие которые здесь работают ну чтобы попить в течение дня подкрашивают подремонтируют до зимняя концепция она ведь специально делается вот такая усеченная когда вы едете в несезон но здесь нужно быть в отеле готовым именно к тому что в отелях будет производиться какие-то ремонтные работы восстановительные строительные и так далее отель он же должен если он нормальный отель когда-то приводить себя в порядок в период когда много туристов ну грубо говоря там с мая по октябрь до по ноябрь я считаю что это неправильно вот если в это время происходят вот эти работы ну это минус отелю естественно получается что то время которое проходит вот в межсезонье это с ноября наверное по апрель апрель скажем так такой переходящий месяц для того чтобы уже все проверить все отладить и так далее вот с ноября а может быть декабря декабрь январь февраль март это месяц для того чтобы отель привелся в порядок и вот это нужно иметь ввиду и на это не нужно жаловаться что где то есть шум где то есть какие-то трактора ездят там кто-то колотит кто-то сверли время то это для этого и сделано отель продолжает работать но он предупреждает ребят мы работаем по зимней концепции во-первых это ужаться нужно по питанию по напиткам по набору услуг ну и иметь ввиду что мы будем здесь реновировать обновлять отель с тем чтобы вам было более комфортно находиться в нем уже в сезон поэтому здесь я считаю это политика отеля и абсолютно верно те которые именно работают круглогодично но те которые работают только в сезон ну понятно им там вообще сам бог велел все это делать зимой так что все все правильно все адекватно все тут сделано ну а я вместе с тем вот с этими разговорами вот дошел вот уже на пляжную зону ну вот этот бич-бар и вот это большая зона пляжа отеля здесь сейчас привозят песок ровняют очень много очень это все активно это все делается на траве на зеленой зоне здесь тоже и шезлонги почему они здесь не убраны сейчас вот вчера вот было солнышко хоть и было прохладнее но вот эти шезлонги вчера были все заняты в основном это граждане германии немецкие ребята здесь семьями они лежали отдыхали загорали здесь потому что вот от ветра по низу с моря загораживает вот эта сеточка тут изгорать и тут такой достаточно спокойный уголочек оказывается вот и детские уголочки есть вчера здесь загорали сегодня солнышко нет вот видите чего творится с небом то ну к сожалению солнце мы не застали последний день вот все дни он бы предпоследний еще завтра у нас день конечно же вот сегодня солнце нет хотя сегодня прямо чувствуется вот теплее вот как говорили тебе будет теплее так оно и есть ну и так беглый взгляд на пляж далеко не пойду тут сразу в принципе начинается пирс вот вот видите да наравняли вот техника вот эти трактора которые ровняют это все ну и вот этот песочек кучи эти уже все разровняли там он смотрите вот там дальше там отели там накидывают еще а здесь уже все ровно и вчера это прямо все вот свозилась вот море чтобы видимо ну вот заход был максимально комфортный ну а тут что тут в общем то заход хороший песчаный смысла нет я сейчас не пойду здесь принципе ну вот песок видите он осыпается поэтому я уж не пойду туда все очевидно море спокойно но здесь мне кажется заход не сильно пологий он идет и тут наверное буквально метров пяти семи от берега уже будет глубоко насколько я знаю вот по анталии обычно это так так ну и разворачиваемся идем по направлению к аквапарку и бассейну